Регламентные операции и отчетность 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 Для того, чтобы убрать вот такую картинку, которая у меня сейчас есть на экране, то есть проверка правомощности, достаточно ввести логин и пароль, которые у вас идут для ИТС-сопровождения на портале 1С ИТС. После того, как мы введем логин и пароль, программа запомнит эти данные и вы сможете пользоваться дополнительными подсказками, дополнительными сервисами и использовать все обновления, которые предлагает эта подписка. И так, у нас сегодня с вами раздел, который касается самой сложной, наверное, для бухгалтеров проблемы, это отчетности, закрытие месяца и составление регламентированной отчетности в налоговую инспекцию. Небольшой дайджест по тем программам, по тем разделам, по которым мы проходили в предыдущих наших встречах. То есть, соответственно, начинаются все настройки с раздела администрирования и с раздела функциональность и параметра учета, в которых задаются основные данные, которые будут в дальнейшем использоваться именно при составлении отчетности. После того, как все разделы здесь заполнены и проверены, мы можем переходить в меню к разделу отчеты. Немножко хочу сказать по поводу строения этого меню. Значит, сначала у нас идут стандартные бухгалтерские отчеты, которые практически всем знакомы, то есть оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов. То есть, фактически сохранен весь функционал, который предыдущие версии использовали, начиная от семерки. И, собственно говоря, еще один отчет, универсальный отчет, который как конструктор можно использовать, потому что здесь мы выбираем разделы, которые нас интересуют. Что нас интересует, то есть, например, справочники или что-то другое, документы, например, или регистры. Ну, то есть выбираем те параметры, которые нам нужны. Можем сохранить этот отчет. Это делается через меню «Еще». И, соответственно, здесь мы можем сохранить настройки или не сохранять. Это уже как вам больше нравится. Кроме того, что здесь имеются стандартные отчеты, здесь есть анализ учета, мы потом на нем немножко поподробнее остановимся. И сама по себе именно регламентированная отчетность. Находится она 1С-отчетность. Не совсем бывает понятно, потому что, например, 1С-отчетность – это есть такой сервис дополнительный, который можно использовать, когда отчетность передается напрямую из 1С в налоговую инспекцию. То есть минуя промежуточные обмены через файлы, например, с контуром, с АСБИСом, с другими операторами. И очень удобно то, что здесь можно в личные кабинеты, то есть зарегистрировать личные кабинеты во всех фондах и так далее, и через них уже работать. Мы на этом тоже более подробно остановимся во второй части нашей встречи. И дополнительные отчеты, которые часто бывают нужны. То есть это регистр налогового учета, это по упрощенке книг доходов, расходов и отчетность, которая требуется. Ну, то есть, если, например, у вас есть ИП, который вы ведете, то здесь можно заполнить декларацию 3 НДФЛ, что тоже будет очень удобно. И, собственно, заключительный этап, это что у нас здесь еще есть из плюшечек, которые помогают проверить, есть ли где-то ошибки или нет и так далее. Значит, напомню еще один момент. Естественно, нужно не забыть проверить настройки, которые у вас даны в меню, даны в вашей организации. То есть это меню «Главное», ваша организация. И, соответственно, здесь задаются все основные параметры, то есть учетная политика по налоговому учету, учетная политика по бухгалтерскому учету и так далее. Для того, чтобы это проверить, нужно зайти в организацию и, соответственно, проверить, соответствует ли то, что введено в программе, меню «Учетная политика», тому, что у вас есть на самом деле. Или, может быть, что-то стоит подкорректировать или синхронизировать. Это небольшой, так сказать, дайджест. То есть, соответственно, мы считаем, что у нас уже все разделы мы заполнили. И денежные разделы банк и касса, и реализацию с функциями для менеджеров, для отдела снабжения закупки, производство, то есть у нас настроено, и, соответственно, зарплата и кадры. В этом случае у нас уже с вами есть полная база для того, чтобы переходить именно к составлению отчетности. Бухгалтерская отчетность, она стандартная. В принципе, построение отчетов абсолютно такие же, как были в предыдущих версиях. То есть, мы выбираем юрлицо, выбираем период через меню «Настройки». Это уже настройки, которые касаются именно этого отчета, именно оборотно-сальдовой ведомости, то есть то, что мы выбрали. Мы можем показать, что, например, нам надо развивка по субсчетам, чтобы в форме отчета выражались не только свернутые счета, но и субсчета. Это обычно очень важно, если мы работаем, например, с 90-ми счетами, где достаточно много информации по деятельности предприятия, ну и некоторые другие, естественно. Возможно, нас интересует какой-то отбор. Обратите внимание, здесь же находятся забалансовые счета, то есть, если мы ставим флажок, то будут отображаться забалансовые счета. Ну и, собственно говоря, что мы хотим видеть? Бухгалтерский учет, налоговый учет. Если это, допустим, валютные счета, то чтобы отображалась валюта. Ну, то есть, ставим флажки там, где нам интересно посмотреть данные. И после этого нажимаем кнопочку «Сформировать», точно так же, как и в предыдущих всех версиях отражаются счета, обороты, ну, то есть, вся информация, которая привычна и знакома всем бухгалтерам. Естественно, можно вывести на печать. И одна функция, которая очень удобна, она присутствует не только в этом отчете, она присутствует во всех других отчетах. Это вот такая пиктограммка с конвертиком. То есть, это обозначает, что прямо с экрана то, что мы видим, этот отчет можно отправить каким-нибудь партнером или в налоговую инспекцию, или еще куда-то по электронной почте. Для этого нужно задать параметры, ну, соответственно, задать электронную почту. Это делается на этапе первоначальных настроек, когда мы вводим параметры учета и так далее. И, собственно говоря, после этого, для того, чтобы отправить контрагенту или какому-то нашему партнеру этот отчет, достаточно просто нажать эту кнопочку и действие произойдет. Ну, видите, поскольку я задала, что должна, настройках задала, что должна отражаться за балансовые счета, то вот самооборотка имеет такую форму. То есть, балансовые счета в верхней форме, а в нижней табличной части отражаются уже именно за балансовые счета. Ну, точнее, в моем случае, те данные, которые у меня уже введены в программу, отображаются. Остальные отчеты практически аналогичны тому, что мы сейчас с вами посмотрели. То есть, это уже достаточно известно, мы на них подробно останавливаться не будем, потому что информации много, времени мало, рассказать хочется очень много. Вот, подробнее мы с вами сейчас остановимся на анализе учета. Здесь есть очень удобные проверки и помощники. Обратите внимание, есть экспресс-проверка, то есть она позволяет посмотреть не только правильность заполнения или работы с некоторыми данными. Такая проверка была и в предыдущих версиях программы. Значит, смысл в том, что здесь нужно тоже задать период, который мы хотим проанализировать, посмотреть в настройках, что мы хотим проанализировать. Я ставлю полный выбор, как сейчас у меня стоит. И после этого нажать «Выполнить проверку». Отчет очень интересный с той точки зрения, что он анализирует не только привычные какие-то отчеты или правильность действий, он анализирует такие вещи, которые в принципе ни в одних бухгалтерских отчетах штатных не присутствуют. То есть, он проверяет правильность учетной политики. Все ли мы заполнили правильно в этом разделе. Проверяет анализ состояния бухгалтерского учета. То есть, все ли счета, которые требуют закрытия в конце месяца у нас сделаны. То есть, везде ли закрыто так, как надо. И дальше пошло то, что обычно не включается в отчетах. То есть, операции по кассе. Видите, обнаружены ошибки. Соблюдение лимита остатков денег в кассе. В этом случае надо обязательно зайти в настройки и обязательно посмотреть, что задали мы лимит или не задали. Если лимит не задавался, то он считается равным нулю. То есть, соответственно, любой остаток в кассе при этом будет нарушением лимита. По плюсику мы можем открыть, почитать, где же мы накосячили и что конкретно. И рекомендации открыть, то есть, куда надо зайти, чтобы исправить данную ошибку. Обычно это бывает очень удобно, особенно когда на носу проверка кассовой дисциплины или что-то аналогичное. И, наконец, самый сложный раздел обычно – это работа с НДС. То есть, здесь анализируется ведение книги покупок и ведение книги продаж. Соответственно, по основным пунктам, которые, в общем-то, иллюстрируют правильность работы именно с этим разделом. То есть, вот видите, у меня есть ошибки наличия документа формирования записи книги покупок. То есть, что же я здесь неправильно сделала? Сейчас мы по плюсику посмотрим. И вот у меня написано, что регламентные операции по НДС. Нет документа формирования записи книги продаж. То есть, я в июне месяце не закрыла месяц, и у меня еще не сформированы записи книги покупок. Соответственно, нужно зайти и все это исправить как положено. То есть, это быстрый экспресс, как он называется правильно, экспресс-проверка, которая очень показательна и быстро находит, ну, скажем так, самые опасные косяки в настройках и в ведении учета. Следующий тоже интересный отчет, ну, собственно, по самым болевым точкам. То есть, по прибыли, по НДС, по упрощенке. И давайте посмотрим с вами сейчас анализ учета по налогу на прибыль. Что это такое? Тоже также мы задаем период, выбираем юридическое лицо, по которому нам надо провести анализ. Напомню, что в бухгалтерии базовой версии мы можем вести только одно юридическое лицо. То есть, он не предназначен для ведения мультифирменного учета. Версия проф, в которой мы с вами сейчас работаем, позволяет вести мультифирменный учет. То есть, много, сколько угодно юридических лиц и ПЭИ, и АУ, ну, то есть, любого правового, так сказать, направления. И этот отчет, он, если вы сталкивались с другими версиями или с другими релизами программы, он присутствовал. Это позволяет определить для налога на прибыль, нет ли у нас каких-то пропущенных данных. То есть, доходы, расходы, ну, собственно говоря, по всем разделам, которые потом включаются в декларацию по прибыли. Поскольку отчет, в общем-то, существует уже достаточно давно, мы тоже на нем не будем подробно останавливаться, рассматривать каждую ячейку, из чего он формируется и так далее. Мы перейдем к другому отчету. Мы перейдем к анализу учета по НДС. Это очень удобный, даже не сказать, что отчет больше, наверное, как помощник. Потому что он позволяет свести в одну, так сказать, на одно поле отчеты, которые можно посмотреть, конечно, и по оборотно-сальдовой ведомости, но на разных счетах. А здесь, во-первых, это наглядно, во-вторых, это быстро, и в-третьих, позволяет быстро найти ошибки, если, например, где-то не зачелся аванс, где-то, наоборот, не был выписан НДС на поступление авансов. Ну, то есть, принцип работы этого отчета такой же, как и предыдущего. То есть, мы нажимаем кнопочку «Сформировать», и данные, которые у нас получаются, мы потом рассматриваем. Анализ учета по ОСН. Принцип самого отчета такой же, как и у двух предыдущих. Единственное, что по этому отчету удобно смотреть. Сейчас мы выберем кого-нибудь, чтобы у нас данные были. Позволяет посмотреть, что включено. Поскольку, как мы помним с вами, упрощенка – это кассовый метод, не метод начисления, то, соответственно, при составлении книги доходов и расходов учитываются только оплаченные услуги. То есть, то, что мы включаем себе в состав затрат. То есть, в этом случае должно быть оприходовано, оплачено и использовано для дальнейшей работы. Принцип такой же. То есть, у нас выделено в отдельный блок доходная часть и в отдельный блок расходная часть. И сюда выводятся распределяемые расходы между УСН, например, но и НВД сейчас не существует уже, но здесь еще присутствуют. И прочие расходы, например, типа банковских расходов, банковских комиссий, ну, и того, что мы на 91 счете учитываем. Следующий отчет, который у нас здесь есть – это наличие счетов фактур. Тоже достаточно удобный отчет. Он присутствует и в других конфигурациях, то есть, например, в комплексной, ну, во всех других программах, которые сейчас используются. Использовался он и в предыдущих версиях, достаточно простой. То есть, опять же, задаем период, нажимаем «Сформировать» и отражаются операции, которые были, но по которым не оказалось выставлено счетов фактур. По какой-то причине я возьму с января, чтобы было хоть что-то, что можно зацепить. Но это, к сожалению, не оказалось. То есть, не оказалось данных. Но на самом деле отражается сумма и стоит или не стоит счет фактура именно оригинал. То есть, здесь акцент сделан на том, что это должен быть оригинал счет фактуры. В нашем случае это могут быть электронные документы обороты, то есть, может быть, по электронной почте получено с применением электронных цифровых подписей и так далее. Оценка рисков налоговой проверки – это практически, если кто-то пользовался оператором, работает через СБИС+, у них такая функция есть. Есть, ну, на платной основе, конечно, что за это нужно заплатить. Здесь же выбраны самые основные и чаще всего встречающиеся критерии, по которым вы можете попасть в зону интереса налоговиков. То есть, видите, в нашем случае у нас есть два фактора, которые могут повлиять на налоговую проверку. Ну, имеется в виду выездная налоговая проверка, потому что камеральные налоговые проверки случаются достаточно часто и, в принципе, обычно проходит менее болезненно, чем выездная проверка. Ну, к сожалению, убыточная деятельность очень у многих предприятий присутствует. Тут уже, как говорится, как звезды встали. И вот в нашем случае у нас нет значительных вычетов по НДС, поэтому мы, в общем-то, можем не бояться. Если у вас идет возмещение НДС, то, соответственно, вам нужно быть готовым к тому, что придется предоставлять налоговую инспекцию достаточно большой пакет документов. То есть, это и книги покупок, и книги продаж, и договора с контрагентами, по которым эти вычеты приняты. Обычно проверяется за четырех звеньев цепочка по налоговым вычетам. То есть, как только хотя бы рубль мы заявили по НДС на возмещение, камеральная проверка обязана быть проведена. И, соответственно, вы должны понимать, что декларация с налоговым вычетом по НДС конкретно, это сразу можно, не дожидаясь уведомления, готовить пакет документов. Ну и дальше те критерии, по которым, в общем-то, налоговая инспекция чаще всего составляет списки для проверок. Ну, то есть, можно посмотреть и оценить, насколько мы устойчивы, или наоборот, может быть, нам уже надо срочно готовить весь архив, поднимать и быть готовым к предоставлению информации. То есть, это дополнительные отчеты, сверка налогов с ФНС. Это, в общем-то, достаточно тоже распространенный сервис. Он используется очень давно и в разных форматах присутствует, не только в бухгалтерии, ну, то есть, в программах семейства 1С, но и такие же разделы есть, например, и в других операторах передачи электронно-цифровых данных, то есть, тот же СБИС, тот же Контур, тот же Астрал. Ну, то есть, в основном все, кто работает с передачей данных в налоговую инспекцию, имеют обычно такую функцию. То есть, задаем за какой год, задаем параметры, что мы хотим, и нажимаем «Запросить сверку». В этом случае в налоговую уходит запрос уже подготовленный, можно его напечатать, соответственно, печатную форму вывести на экран. «Сверка по налогам», то есть, какое у нас с вами на данный момент состояние расчетов с бюджетом. А теперь мы с вами переходим к самому интересному, в общем-то, разделу, то есть, это, скажем так, «Хелп», если можно это так назвать, то есть, это помощь, которая позволяет вам проанализировать данные, которые у вас в программе имеются, найти свои ошибки, ну, помочь в осмыслении, так сказать, что пойдет в декларацию. И после этого мы с вами переходим уже непосредственно в раздел «Отчетности», то есть, регламентированные отчеты, уведомления, сообщения и заявления, то есть, переписка с налоговую или с внебюджетными фондами, непосредственно сами письма, то есть, именно переписка, не обязательно с этими органами, но с кем угодно. Отдельно меню «Сверки», то есть, это практически более расширенный вариант, чем вот этот вот отчет, и личные кабинеты, про которые я уже говорила. И, соответственно, выписки, которые можно получить, и ГРУС, и ГРИП, чтобы подтвердить должную относительность, должную осмотрительность, извините, и, соответственно, приложить, если это требуется, ну, чаще всего выписки требуются, например, если идет списание дебиторской, кредиторской задолженности, то в этом случае, упс, извините, я пока буду рассказывать, чтобы не терять времени. Значит, в этом случае у нас идет проверка, извините за технический сбой. Значит, сверка с ГРУС и ГРИП обычно применяется, когда идет списание дебиторской, кредиторской задолженности, то есть, нужно подтвердить, что дебиторы, например, исключены из действующих реестров, или, наоборот, ну, то есть, подтвердить для налоговиков обоснованность того, что мы списываем какие-то суммы, или, наоборот, если это была кредиторская задолженность, то мы их обложили налогом на прибыль. Личные кабинеты Это очень удобная функция, вот она-то как раз в предыдущих версиях программы не использовалась. Значит, здесь можно сразу зарегистрировать в налоговой инспекции, сделать там же, создать кабинет налогоплательщика, если это индивидуальный предприниматель. Личный кабинет ФСС И личный кабинет, если это требуется, единый портал государственных услуг. Еще хочу обратить внимание на то, что здесь Росприроднадзор и Росалкогольрегулирование. Ну и статистика. То есть в основном все организации, куда предприятие отчитывается, везде можно создать личные кабинеты. И напрямую, например, при работе с ФСС, это очень удобно, потому что сейчас во многих регионах действует пилотный проект, когда прямые выплаты, когда ФСС непосредственно перечисляет деньги не предприятию, а получателю, например, больничных, пособий и так далее. В этом случае через личный кабинет можно отслеживать, что у нас происходит. То есть принято наше заявление на больничные, не принято, ну то есть какие-то другие, возможно, требуются документы, что-то надо предоставить или подтвердить. Принцип подключения к личным кабинетам во всех этих ситуациях один и тот же. То есть мы переходим на портал соответствующего фонда и здесь уже по подсказкам действуем, как создать личный кабинет. Практически сейчас, если у вас оформлена электронно-цифровая подпись, ездить никуда не надо и можно прямо из, так сказать, вашей рабочей программы оформить нужные подключения. Так. Ну, сверки, соответственно, я уже говорила. Здесь можно выбирать, что нам требуется, какой вид сверки запросить сверку и, соответственно, либо это, например, справка формы 39, ну то есть тот формат, который нам необходим. Кроме этого, отсюда же можно перейти и во все остальные пункты, которые мы с вами видели на предыдущем, на предыдущей остановочке. То есть здесь все те же функции, которые нам были интересны. Уведомления и письма. То есть точно так же письма можно обмениваться с официальной перепиской с налоговыми инспекциями, официальная переписка с фондами. В этом случае у вас прямо под руками, в рабочем, так сказать, разделе есть вся переписка. Не надо бегать в электронную почту, открывать, там искать потом всю информацию и всю цепочку. Это удобно. Если ведется деловая переписка, естественно, можно быстро найти и можно посмотреть что-то еще. Итак, сами отчеты. Регламентированные отчеты у нас в этом случае имеют немножко другой интерфейс. Может быть не совсем привычный тем, кто привык работать с контуром, с АСБИСом, с Астралом, но достаточно наглядный. То есть создается документ, по которому мы можем отследить, в каком он сейчас состоянии. То есть, например, в работе или принят, или отклонен. Ну и, соответственно, чтобы создать какой-то новый документ, достаточно нажать кнопочку «Создать», откроется выпадающее меню, и мы выбираем именно тот отчет, который нас в данном случае интересует. Кроме того, что здесь присутствует, ФСС, вот то, что мы видим, бухгалтерская отчетность, заявления о ввозе товаров, ну, то есть это тем, кто работает, например, с Белоруссией, с Казахстаном, подтверждение вида деятельности. То есть раньше, несколько лет назад, этот пункт, к сожалению, был больше только номинальным. Составить это заявление было можно, но ФСС его не принимала. Сейчас это все уже работает, поэтому полностью блок работы с ФССом, начиная от подтверждения вида деятельности и кончая подачей, вот про то, что я говорила раньше, реестры прямых выплат ФСС, ну, соответственно, и реестры электронных больничных листов для передачи ФСС. Можно перейти на закладочку «Все». в этом случае здесь структурированные данные по тем отчетам, которые мы можем выбрать. То есть на закладочку «Избранные» не обязательно тащить весь этот список, можно сюда перенести только те отчеты, которые в нашем случае необходимы, ну, то есть которые вашему предприятию необходимы. Потому что, например, если у вас упрощенная налоговая отчетность, упрощенный вариант балансов, то вам совершенно незачем, ну, брать, например, налоговую отчетность иностранных организаций или декларирование производства оборота алкогольной продукции. Сюда мы уже перенесли то, что требуется именно для вашей ситуации, для вашей группы компаний. И также можно принимать, ну, например, если у вас сформировано было где-то, ну, в каких-то других программах, можно принять файл для отправки или загрузить какой-то отчет, если его, например, ну, из налогоплательщика вы выгружали или какие-то другие. Еще очень удобный пункт – это проверка. Проверка – проверить выгрузку или проверить в интернете, например, если касается декларации по НДС, проверить можно данные. Печатная форма позволяет делать со штрих-кодом, видите, здесь есть надпись «Рекомендуется» и можно распечатывать протоколы обмена. То есть, собственно говоря, весь блок регламентированных отчетов дополнен по сравнению с предыдущими версиями отражением, в каком статусе находится документ и возможностью наглядно видеть и отслеживать, что если по какой-то причине, ну, допустим, долго висит в статусе «не принято», то это повод для беспокойства. Уведомление, сообщение, это я уже говорила, это переписка, которую можно вести с органами, ну, то есть ответы, например, на требования, на предоставление документов и так далее. Кроме того, что мы можем сдавать отчетность, вести переписку и так далее, у нас есть достаточно интересный помощник по работе с НДС. То есть, кроме того, что у нас НДС выводится в экспресс-проверку, у нас есть возможность еще проверить более детально данные, которые попадут, например, в книги доходов и расходов, и, соответственно, если требуется еще проверить полноту выписки на авансы. Полноту выписки счетов фактур на авансы или на зачет авансов с отражением, соответственно, в книге покупок или в книге продаж, соответственно, в зависимости от того, что это был, какой аванс. Это блок отчетность по НДС. Вот если мы сейчас перейдем отчетность по НДС, здесь есть возможность рассчитать налог автоматически. Это иногда удобно, когда вы четко знаете, что у вас, например, есть структурные подразделения, в которых все работает, как часы, и там вот именно НДСом люди занимаются. Но чаще всего это удобно именно без автоматического расчета или если требуется предварительно, ну, как бы прикинуть, что получится на выходе. А в остальном вот это очень интересный отчет, который позволяет проверить не только, так сказать, канцелярскую составляющую, но и дальнейшие действия. Обратите внимание, регламентные операции. То есть первое – это перепроведение документов. То есть это нужно делать всегда в обязательном порядке, не надо это игнорировать, как много, ну, к сожалению, много ошибок возникает именно из-за игнорирования перепроведения документов. Потому что в этом случае, во-первых, могут сбиться авансы, то есть НДС начисленная с авансов. Второе – могут быть просто ошибки, нестыковки на тему того, что что-то пропустили. И дальше формирование записи книги покупок. Когда мы с вами смотрели экспресс-анализ с проверкой ведения учета, то там у меня была запись о том, что здесь у меня ошибка, поскольку не была сформирована своевременно запись книги покупок. Вот экспресс-проверка ведения учета. То есть это тоже помощник, видите, только уже без верхней части, так сказать, то есть без анализа положения учетной политики, без анализа кассовых операций, то есть только то, то, что касается ведения именно книги доходов и расходов. И напоминания. То есть когда требуется создать декларацию, что только в электронном виде сейчас они принимаются, сформировать саму декларацию. И есть вот записи книги покупок, книги продаж. Если в предыдущих пунктах у нас где-то были ошибки, то здесь будет высвечиваться, что и где было не так. Книга покупок, видите, есть небольшой вопросительный знак, это так же, как во всех других разделах программы. Он присутствует там, где есть какие-то комментарии. Комментарии совершенно конкретные, то есть не совсем даже бухгалтерские, больше административные. Что в настоящий момент не нужно распечатывать книгу покупок и продаж то же самое. Не надо нести ее в налоговую инспекцию, чтобы они заверили, поскольку это уже все переведено в электронный формат. Ну и соответственно, журнал учета счетов фактур. Подсказка, когда надо платить налог. И если вы уплачивали раньше, ну например, или ошиблись, или перевели больше, или намеренно делали авансовый платеж, значит здесь будет показана ситуация, что нужно доплатить или не нужно доплатить. Ну и естественно, что сверка с ФНС необходима, потому что это налог, который контролируется с наибольшим, так сказать, пристрастием. и на ИТС, то есть при подписке на ИТС, на этом ресурсе, на портале ИТС, есть достаточно много и подробной информации, которую можно почитать по поводу сдачи декларации по НДС, по поводу новых каких-то введений, которые были, ну типа вот как с 1 июня была введена новая форма счет-фактуры, которая в общем-то корреспондируется с документами, введенными для прослеживания, для учета прослеживаемых товаров, ну то есть почитать все новости. Еще хочу, то есть после того, как мы посмотрели вот этот, так сказать, экспресс-помощник, что у нас, как у нас обстоят дела с отчетом по НДС, мы можем совершенно конкретно сформировать книгу покупок и книгу продаж. Еще раз обращаю ваше внимание, потому что может быть кто-то привык немножко по-другому в старых релизах, особенно это было. Здесь книга покупок и книга продаж это отчет, то есть который формируется по данным имеющимся в организации. То есть это не ручное заполнение, не какие-то сейчас я выберу другой период, чтобы были записи. То есть это не надо заполнять, это уже отчет, который формируется по тем данным, что вы вводили. Если данные введены правильно, то соответственно будет правильно и книга покупок заполнена. Ну и плюс это формат, который уже готов для передачи в налоговую инспекцию. Ну то есть если мы делаем декларацию, то к ней автоматически подтягиваются книги покупок и книги продаж и отчетность отправляется в налоговую инспекцию. Журнал учета счетов фактур формируется тоже как отчет полученных и выставленных. Ну вот форма примерно так выглядит. Ну естественно заполнено данными, чего у нас в демонстрационной базе нету. Можно распечатать, можно сохранить, то есть пиктограммка вот такая старая дискетка. Многие наверное уже не вспомнили, что когда-то информация была не на флешках, а на дискетках. И соответственно сама выгрузка, которая при срабатывании позволяет, во-первых, если будут какие-то ошибки, она вас предупредит, а во-вторых, это вот готовый файлик у меня сохранился, который можно уже тоже отправлять. То есть это основные средний столбик, это основные отчеты и основный помощник, то есть по по НДС. Обычно очень удобно, потому что его можно формировать в любое время, он покажет все ошибки, независимо от того, открыт у вас месяц или закрыт у вас месяц, и покажет, где было максимально неспокойно. Теперь я хочу немножечко еще остановиться на налоги на прибыль, то есть на налоговых регистрах, что у нас здесь есть. налог на прибыль это налоговый учет, поэтому соответственно регистры налогового учета. Здесь они достаточно наглядно и удобно сгруппированы, в случае если налоговое, но чаще всего если запрашивают какие-то сведения по подтверждению данных, которые в декларации на прибыль были созданы, то в качестве иллюстрации откуда какие цифры получились, мы распечатываем реестры, налоговые реестры и соответственно подаем как подтверждающие в налоговую инспекцию. Если мы здесь есть еще скрытые, ну так сказать, то есть мы можем дополнительно выбрать еще какие-то данные, которые перенести в активное меню. которые можно перенести в активное меню. Отчетность по упрощенке, то есть это практически тоже помощник, ну сама книга доходов и расходов, сейчас мы к ней доберемся. Видите, то есть программа сразу вас предупредит, что извините, у вас не та система налогообложения. значит, книга доходов и расходов. Сейчас она у меня не сформируется, потому что у меня нету, то есть она у меня сформировалась, но естественно без данных только, так сказать, табличная часть. Но вот здесь можно делать настройки, то есть раньше, допустим, в предыдущих версиях вот такой функционал располагался в меню сервис. Сейчас он располагается дополнительно в меню операции упрощенка книга доходов и расходов. Значит, во-первых, вводить расшифровки. В этом случае выводится подробный текст, то есть что это была за операция и кто кому чего продал и чего купил. Вот этот флажок, естественно, не надо выводить, если у вас много операций, потому что в этом случае будет очень много печатных листов. То есть если у вас много операций, этот флажок чаще всего снимаются и не распечатываются. Включение аграф до входа всего и расхода всего, это тоже чисто для удобства, то есть налоговая инспекция не требует их представления, достаточно того, что войдут данные только те, которые должны выводиться по законодательству. Точно так же здесь можно сделать настройки, выбрать какие-то и сохранить настройки именно для этого режима, для создания книги доходов и расходов. Есть отчет для ИП, раньше их не было выведено именно в такой формат, можно было выбрать заполнение документа, но заполнять его уже допустим, вот поскольку у нас демонстрационная база, то собственно говоря данные так сказать с запасом мы не заполняли и есть то есть соответственно есть такая возможность можно использовать для составления декларации 3НДФЛ вот этого помощника обычно это очень удобно. и отчеты для малых предприятий то есть соответственно если какой-то из ваших юрлиц или ваше основное юрлицо соответствует критериям малого предприятия вы можете использовать упрощенную отчетность чтобы подтвердить что ваше предприятие малое лучше всего запросить через сайт статистики запросить справку что вы относитесь к малым или к мигропредприятиям тогда к вам не будет претензий почему вы применяете упрощенную отчетность ну соответственно упрощенная отчетность выражается в том что подается бухгалтерская отчетность только форма форма 1 и форма 2 то есть баланс и отчет о прибылях и убытках то есть не представляются формы со 2 по 6 ну и соответственно для подтверждения каких-то данных можно использовать регистры бухгалтерского учета которые подтверждают данные которые в декларации у нас стоят ну например вот по амортизации критерии по которым практически эти же самые данные можно получить и через отчетность которая идет ну обычная бухгалтерская отчетность то есть например инвентаризационные книги карточки основных средств и так далее здесь это сгруппировано и можно использовать прямо отсюда для подачи документов по запросам налоговых инспекций или для распечатывания если это требуется хочу хочу немножечко то есть мы с вами посмотрели отчеты но я хочу немножечко поподробнее остановиться на шаг на шаге которые отчетности предшествуют потому что обычно ну как бы это самый трудоемкий момент потому что в основном декларации налоговая отчетность проработана уже достаточно давно и достаточно хорошо отлажена отрегулирована для того чтобы получить данные для того данные для регламентированной отчетности то есть для декларации для балансов и так далее требуется в первую очередь закрыть месяц то есть сделать закрытие месяца на всякий случай немножечко поподробнее то есть это закрытие затратных счетов 44 20 26 25 с перенесением сальдо на 90 счета закрытие 91 счета ну то есть чтобы остатки по счетам которые требуют закрытие в конце месяца у нас были нулевые для этого у нас существует в меню операции то есть не в отчетах а именно в операциях у нас существует закрытие периода закрытие периода это всегда скажем так трудоемкий и нервный процесс потому что здесь сразу видно если какие-то ошибки то у нас это не будет выполнено программа напишет как она нами недовольна и соответственно придется искать ошибки которые привели к тому что мы не можем выполнить какую-то из этих операций хочу обратить внимание первую очередь вот то что написано мелким бледным синим шрифтом перепроведение документов это нужно делать обязательно я уже говорила в версиях последних есть вот такое красивое меню разноцветное в предыдущих версиях оно было не таким красочным и не имело ну скажем так вариантов что перепроведение не требуется или перепровести только текущий месяц в предыдущих редакциях было перенести точку актуальности значит мы выбираем например что мы переносим ну вот с апреля и полностью весь период который например до текущего момента в этом случае восстанавливается последовательность проведения документов ссылки цепочки по закрытию авансов и так далее каждый пункт из меню можно сделать ну то есть не обязательно в автоматическом режиме после того как мы сделали перепроведение документов мы можем нажать выполнить закрытие месяца и соответственно автоматически пойдет поэтапный переход от пункта к пункту для закрытия месяца отменить закрытие месяца или отчет о выполнении операции можно просмотреть но каждый пункт у нас можно если мы по нему еще то есть можно провести один какой-то пункт выполнить операцию или пропустить операцию то есть чтобы программа не считала ее неправильно выполненной можно использовать функцию пропустить операцию если выполнить операцию то в этом случае программа будет выполнять только эту операцию То есть, видите, я поставила износ амортизации, и вот мне список ошибок, что какой я двоечник и где я все неправильно сделала. Соответственно, в этом случае мы должны туда вернуться и исправить ошибку. Иначе незакрытый месяц даст вам, естественно, неправильные данные, в первую очередь по себестоимости. И, естественно, будет невозможно сформировать уже регламентную отчетность, про которую мы говорили раньше. Отсюда можно выводить справки расчета. К сожалению, поскольку у меня это не сделано, ну, закрытие месяца не произошло, то я справки расчета не могу вывести. Там в основном самое интересное – это справка по расчету налога на прибыль. То есть, видите, мы с вами были в закрытии месяца, но оттуда же можно было перейти и в меню справки расчета. Сами по себе регламентная операция, справка расчет, если вы являетесь, естественно, плательщиком какого-то еще налога, транспортного, земельного, может быть, там, на скважину, то, соответственно, в этом случае здесь это будет, можно выбрать. То есть, меню справок расчета, видите, достаточно большое. Но чаще всего, естественно, используется по себестоимости и по налогу на прибыль. Ну, здесь же также можно использовать имущество, земельный налог, ну, то есть, весь ассортимент, так сказать, который вы видите на экране. Регламентная операция по НДС, то, что мы с вами уже смотрели и уже, как бы, рассматривали, отражается именно вот в этом разделе, в этом журнале. И здесь уже можно посмотреть подробно, что это было за запись. То есть, ее сделать или подкорректировать. Еще хочу остановить ваше внимание на вот таком очень часто очень полезном сервисе, как групповое перепроведение документов. Обычно, ну, например, если я знаю, что у меня банк выверен, идет как часики копейка в копейку, там, например, ну, зарплата начисленная и все такое, мне туда не надо лезть и не надо трогать там, где у меня все чисто и красиво, то, соответственно, я могу выбрать возможность перепровести какую-то отдельную группу. То есть, выбрать группу документов и перепровести их уже целенаправленно, тематически. Ну, например, документы реализации или документы, например, приходную кассовую ордеру. Ну, то есть, именно точечно то, что мне интересно в данный конкретный момент. Вот, собственно, основные сведения, с которыми приходится сталкиваться при закрытии месяца и формировании отчетности. Здесь мы с вами уже практически все посмотрели. У нас есть стандартные отчеты, у нас есть анализ учета, то есть это маленькие плюшечки в помощь для того, чтобы правильно сформировать отчетность. У нас есть сама электронная отчетность с возможностью, во-первых, получать выписки из ИГРУ и ГРИП. Во-вторых, у нас есть возможность создать личные кабинеты со всеми налоговыми и внебюджетными фондами, что очень удобно, потому что облегчает, так сказать, переписку и облегчает отслеживание, ну, например, с ФСС, работы по больничным листам по прямым выплатам. Проводить сверки. Еще раз повторюсь, сверка может быть любая, то есть это может быть выписка по операциям с бюджетом, это может быть сверка по форме, то есть справка о состоянии расчетов, любая. Вести переписку прямо из программы, пересылая данные, соответственно, отвечать на требования, на какие-то запросы и так далее, и формировать, собственно, саму отчетность, которая формируется так же, как и во всех других предприятиях. Обычным способом выбираем то, что хотим создать, и после этого получаем необходимые данные. На этом, собственно, разрешите с вами попрощаться. Тема нашего сегодняшнего вебинара, мы ее всю рассмотрели. Спасибо вам за уделенное нам время. Вы можете по реквизитам, которые здесь указаны, направлять нам свои запросы какие-то, если вас тематически интересуют какие-то моменты, мы будем рады ответить на ваши вопросы, будем рады помочь вам в настройках программы, если вы только начинаете с ней работать. Ну, собственно, выполнить любые действия, которые имеют право выполнять в франчайзе, то есть настроить, внедрить, дописать, помочь. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.